В данном случае мы хотели высказать свою позицию, что мы как русские националисты, как сторонники славянского объединения, сторонники объединения славян Украины, России и Белоруссии и сторонники союза национальных государств, чтобы сильно независимая Украина, сильно независимая Россия, сильно независимая и национальная Украина, и национальная Белоруссия, и национальная Украина, Россия и Белоруссия объединились в союз национальных государств. Экономический союз, военный союз. И эту точку зрения мы хотели отстоять. Выступить мы хотели также с следующими требованиями. Мы требуем от Совета Министров Крыма принятия для русского языка статуса областного, крымского, чтобы он был уравнен в правах с государственным украинским языком, и для Крыма русский язык, чтобы являлся также государственным, вторым государственным языком для Крыма. Второе наше требование было, мы хотим, чтобы Крым получил полную автономию, и вернулся, как это должно быть, к Конституции 92-го года, когда в Крыму было свое правительство, оно само издавало законы, и здесь было гораздо больше свобод, Крым не зависел так сильно от Киева, как сейчас. Но в то же время мы выступаем за то, чтобы Крым был в составе Украины. Почему? Потому что Украина это мать городов русских, не Украина, а земля Украины. И Киев это мать городов русских, и земля Украины это Киевская Русь. Поэтому говорить, что мы возьмем Крым, мы раздробим Украину, я считаю, это неправильно, потому что русские люди живут и на западе Украины, и в центре, и на востоке, и на юге. И дробить Украину, рвать ее на части, это абсолютно недопустимо. Если Россия хочет защищать интересы русскоязычного населения, русских граждан, то надо защищать интересы русского народа не только Крыму, не только даже Украине, а во всем мире. Как это делают Штаты, защищая своих граждан. Или, например, Англия, Великобритания. И в данном случае Россия, я считаю, она может оказывать поддержку, может оказывать какое-то влияние на украинскую власть ныне, которая пришла к руководству страной. Но я считаю, что Крым не нужно оторвать, Крыму нужно дать полностью автономию, как это было в 92-м году, в 94-м году, и как, собственно говоря, и должно быть. Кроме этого, мы хотим, еще раз повторю, для Крыма государство русского языка. И третье, что мы хотим, мы хотели бы провести референдум в Крыму, у нас такое есть предложение, на котором мы хотим спросить мнение народа. Значит, хочет ли народ, вот мы предлагаем следующее, объединить Севастополь с Крымом и сделать в Крыму, в Симферополе, один центр, одну столицу крымскую, а вторую столицу в Крыму сделать в Севастополе. И чтобы в Крыму была власть законодательная, а в Севастополе исполнительная. Тем самым мы бы объединили интересы крымчан, получили бы необходимые права для русского языка, получили бы необходимые свободы, чтобы местное население могло чувствовать себя свободно, без ущемления прав. И в то же время мы бы имели возможность оказывать влияние на всю Украину и отстаивать интересы русского языка населения на востоке Украины, и в центре, и на юге, и даже на западной Украине. Ну понятно. Это о позиции, так сказать, о планах. Но вот о сегодняшнем дне. По вашим оценкам, вот так называемое вторжение, оно уже произошло или нет? Ну, я хочу сказать так. Во-первых, что касается вторжения, то, во-первых, в Украине произошел, как говорится, государственный переворот. Это очевидно. Если брать юридические нормы, если брать Конституцию и международное право, то это, конечно, переворот. Поэтому то, что сейчас происходит вторжение со стороны российских войск, как бы это ни было, но это действительно ответные действия, которые логичны в данной ситуации. И в данной ситуации, ну, разумеется, другого ожидать не приходится, потому что, разумеется, Россия здесь отстаивает интересы Черноморского флота и русскоязычного населения. Понял, я понял. Смотри. Другого ожидать не приходится. Сегодня ночью несколько таких противоречивых заявлений появилось. Там фейк, не фейк. Сейчас мы это не можем понять. Ну, в частности, заявление Ероша с призывом к доку Мару развязать войну против Московской империи и тому подобное. Вот если они действительно, ну, правый сектор, крымские татары, предпримут какие-то силовые действия против русских вообще, да, на полуострове, ваша позиция как-то изменится? Как вы будете действовать? Я сейчас сразу хочу сказать, что мы категорически против вражды между украинцами и русскими. Это наши братья. Раз. Во-вторых, что касается позиции правосектора Ероша лично, очень много непонятных фактов, которые еще следует сейчас выяснить, что там происходит, провокация это или нет. Но я могу сказать одно, что правый сектор почему-то до сих пор не огласил свою программу, до сих пор откровенно не защищает интересы русского народа. Если они говорят о целостности Украины, то почему-то не защищает интересы русского народа. И разумеется, что если то, что сейчас было опубликовано на сайте правосектора, я это получил вчера информацию вечером, мы категорически против этого, потому что война между белыми народами, между братьями украинцами русскими, мы категорически против этого. Я хочу понять, если все-таки будут развязаны какие-то силовые действия, вы останетесь наблюдателями, вы будете какую-то гуманитарную функцию нести? Или вы все-таки... Первое. Мы, конечно, хотели бы не вмешиваться в этот конфликт, потому что конфликт идет между двумя олигархическими кругами. Проамериканскими, проевропейскими. И в России, в Москве тоже самое, те же кланы. Народу и там, и там живется, к сожалению, не сладко. Вот, поэтому мы сделаем все, чтобы не произошло войны между русскими, украинцами и крымскими татарами. Но у нас лозунг такой, националисты всех стран, объединяйтесь. Но в то же самое время, понятное дело, что от нас зависит мало что, поэтому второй наш шаг, который мы сделаем, если вдруг все-таки произойдет конфликт, мы будем стараться не вмешиваться ни на чьей стороне, но оказывать гуманитарную помощь и поддерживать мирное население, и поддерживать солдат наших братских войск. Но я думаю, что этой войны не должно случиться, потому что это преступление перед народом, преступление перед миром, перед Европой. Как говорил Наполеон, гражданская война, которая ведется в Европе, это гражданская война, которая ведется в Европе, является гражданской, до тех пор, пока она в Европе.